29 апреля в библиотеке имени Горького открылась выставка с воспоминаниями детей о трудных годах войны. Недавно произошло нечто и очень приятное, и очень мерзкое, нехорошее. Папа принес кошку. Я обмерла. Папа сказал, что очень хочет есть, а потому принес ее для себя. И чтобы я не волновалась. Я не могла выдержать непреодолимое чувство отвращения. Расплакалась и уехала к маме. Вернулись мы вдвоем. Действительно, ведь это всего лишь предрассудки. Из дневника Леры Гошевой. Во время войны девочка со своей семьей жила в Ленинграде. Всего в сборник «Детская книга войны» вошли 35 детских дневников. Столько смогли обнаружить журналисты издания «Аргументы и факты». Больше половины воспоминаний публикуются впервые. Это страшные и честные в своей бытовой, без прикрас правде свидетельства войны. В электронном виде книга доступна по адресу children 1941-1945.aif.ru Добрый вечер. И представлю сразу вас телезрителем. Это Федор Иванович Парамонов, генеральный директор ООО «Аргументы и факты» в Перми. Добрый вечер. Можно просто, Федор? Конечно. Вот сейчас цитата, ну просто шокирующая для современного человека прозвучала про кошку, которую намеревались приготовить, да? Но, тем не менее, именно вот такие страшные моменты, они и рассказывают о времени гораздо больше, чем пафосные открытки или какие-то лакированные воспоминания. Расскажите, пожалуйста, как вы собирали эти дневники? Так и есть, Светлана. Действительно, в книге очень много по-настоящему драматических, порой очень жутких и страшных историй, свидетельств войны, маленьких блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей, гетто. Историю собирали по всей стране журналисты АИФа несколько месяцев. Выяснилось, что за 70 лет, прошедших с момента Победы, не было подобной книги, куда были бы собраны различные дневники детей. И вот АИФ сделал как раз первую попытку собрать различные истории в единый сборник. Федор, скажите мне, пожалуйста, а почему детей? Может быть, потому что они, слава Богу, смогли дожить до этих дней, а ведь кого-то уж и нет. Почему не взрослых? Ну, во-первых, взрослых дневников довольно-таки много. Во-вторых, как я уже сказал, до этого не было даже сборника такого подобного. И, по-моему, в статье, которая предшествует всем дневникам, писатель Данил Гранин написал, что детские свидетельства войны, они для историков порой более важны, чем взрослые дневники. Потому что дети еще не умеют. Да, они честные, они абсолютно откровенные, честные, порой наивные, но всегда трогательные. Действительно, больше половины дневников из этого сборника никогда раньше не публиковалось. И в этом, наверное, достоинство этого сборника. 18 дневников – это дневники детей и блокадников. И их читать, наверное, по-особенному тяжело. И порой сдержать эмоции очень трудно. А может и не надо, Федор? Вот как Вы считаете, вообще вот эти жуткие истории, они жуткие в своей какой-то такой правдивости? Ежедневные, очень бытовой. Может быть и не надо этого сегодня знать. Может быть и было, и было. Вы знаете, детские дневники – это ведь не только жуткие истории. Действительно, там очень много страшного. Того, чего современному человеку, взрослому, тем более ребенку, просто не понять. Представляете, жуткий голод. Дети мечтают просто поесть нормально. Дневник Юры Рябинкина, 16 лет. Он пишет, засыпаю вечером, мне снятся хлеб, масло, какие-то простые совершенные вещи. Он пишет, на днях собирался зубрить алгебру, в голову ничего не лезет. Одни буханки с хлебом. И мечта, единственная мечта – вырваться из этих объектов жуткого голода. Это голод, плюс страшный холод, как будто сама природа была против Ленинграда. Бомбежки. То есть все мысли о том, как бы выжить. Это раз. Второй момент. Все это происходит на фоне того, как угасают твои близкие. Дети Ленинграда писали, что сегодня умерла мама. В пять часов там умер брат. Представляете такое? И девятилетним, девятилетним детям приходилось порой заниматься организацией похорон своих родителей. Действительно страшная история. Но много и, знаете, вот веры в какое-то светлое, что ли, ну не будущее, а в победу. Ну только дети и могут верить в то, что это когда-то закончится. И не терять, может быть, надежды, наверное, дольше, чем взрослые. Которые, к сожалению, четко совершенно понимают, сколько можно жить в беспросветном голоде. Дети немножко этого не знают. Кому же адресована эта книга? Вот как вы считаете, кто станет ее читателем? Мне кажется, что аудитория здесь предельно широкая. И, наверное, особенно важно, чтобы с этой книгой познакомились сегодняшние школьники и студенты. Наверное, одно дело, когда о войне, о буржесах войны, о бытии рассказывает учитель у доски. Другое дело, когда... Это твой ровесник. Твой ровесник, пусть даже, вот с такой большой разницей в 70 лет. Здесь вот прозвучало адрес сайта, на котором можно прочитать детскую книгу войны. Действительно, она в открытом доступе в интернете. Я специально перед эфиром посмотрел самый простой способ, как добраться до книги. Это в гугле написать детская книга войны. И тут же первым номером в списке... То есть даже не обязательно чьи-то там пишите. Да, не надо там писать, запоминать сложный адрес. Самое простое в гугле написать детская книга войны. И первым номером в списке выскакивает как раз издание. Проект абсолютно некоммерческий, тираж небольшого издания, всего 10 тысяч экземпляров. То есть это библиотеки, школы, архивы и интернет, как способ познакомиться с книгой уже в свободном доступе. И еще один вопрос напоследок. Я просто знаю, что сейчас часть общества очень негативно реагирует на какие-то, скажем так, черные страницы Великой Отечественной, которые не принято, скажем так, афишировать и замалчивать принято. Не посыпались ли на вас какие-то, ну скажем так, гневные, возмущенные реплики читателей? Понимаю, о чем вы говорите. Нет, я пока не встречал негативных отзывов. Скорее, слова благодарности. Несколько авторов дневников, слава Богу, еще живы. Центральный канал снимали сюжеты как раз с ними. Все выражают именно благодарность за вот эту вот работу АИФа. Я хотел бы еще сказать, что в книге есть и пермская история. Это история 19-летнего мальчика Владика Берникова, который в конце войны устроился на ЗИП, зовут имени Дзержинского. И занимался там... Птеловик. Да, птеловик. Работал. Птеловик, причем очень хорошо работал, занимался изготовлением взрывателей. Очень ответственная работа. Также голодал, я прочитал, да, также испытывал нужду и лишение. Вообще, конечно, те тяготы, которые свалились на детей, особенно в Ленинграде, я не знаю, но это святые люди. Такое пережить, да, такой груз проблем на себе вынести, ну, просто нет слов. Федор, огромное вам спасибо. Я думаю, что вот по этой книге прям классные часы можно проводить. Абсолютно верно. Вот это интересно было бы, мне кажется. Еще раз спасибо. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы продолжим буквально через 2 секунды. Субтитры сделал DimaTorzok